Здорово, начальники! С вами я, кто? Никитка Стерчалый. И, что ж, вы понимаете, дропается новая статья с новыми сценами, которые у нас дропаются. Что ж, посмотрим, что же GV нам показало в этой статье, насколько много мы вообще узнаем о команде, и в целом, как же на самом деле полноценно работают их дропы и их основная обилка. Потому что у веспидов все-таки не то чтобы обилка, а скорее дебаф, который мы потом выправляем в нормальных оперативниках. А здесь мы наконец-то увидим, как же работает именно обилка, то есть которая будет что-то нам улучшать и задавать определенный, как бы, тон и характер команде. Из нового, что нам показали? Во-первых, на картиночке, которую GV нам дает, не видно самого главного оперативника. Турель-кун. Где Турель-кун, GV, я вас спрашиваю? А? Я же Мишу скажу, сейчас Миша в GV позвонит и вот вам же втык даст. Потому что, как вы показывали, вы даже в трейлере показывали, как она дропается, а на самой картинке вот смотришь, ну нету, нету турельки. То есть не очень понятно, это они турелькой будут заменять как бы пацана, или она как-то по своим правилам будет дропаться, или... А что если она будет занимать место в очках экипировки, а? Вы об этом подумали? О, кто-то же, кто знает, шизотеории. Шизотеории только здесь, только от меня, специально для вас. Что же из нового рассказали нам про дроп? Во-первых, из того, что мы и так знали, что команда будет делиться на... Одна треть будет высаживаться в диплойке, то есть выходить стартовать на ножках, как и обычной команды, и две трети из команд будут зависать в воздухе. По какому же принципу они дропаются? У нас есть два маркера, и эти два маркера могут перемещаться в стратегик-фазу до четырех дюймов. Как бы первый и во второй ход. Но к концу рэди-оператив степа второго и третьего хода они будут по одному убираться. То есть как бы к рэди-степу третьего раунда уже никаких маркеров на поле быть не должно. Сами же сционы будут дропаться в трех дюймах по горизонтали от этого маркера. При этом, кстати, отмечу, дропаются они визын, судя по вордингу, а не холи визын, что на самом-то деле скорее плюс, чем минус. Конечно, можно заорать, что ой, какого черта визын, да это же дополнительный дюйм, там можно типа помандиться, там чуть-чуть встать, пикселем подставочки, в уголочек, еще дальше продвинуться. Но как бы, ребят, тут вот такой есть прикол, что если бы они дропались в холи визын, во-первых, вы их дропнуть можете сразу как бы несколько, а во-вторых, ну это просто бласт-ловушка как бы максимальная. Но я договорю про то, как они дропаются. Помимо того, что они дропаются, вот этот вот дроп в трех дюймах от маркера, это будет считаться за reposition action. То есть за, по-старо-доброму, как говорится, за normal move. Хотя от этих понятий надо уже уходить, и все-таки reposition, он и reposition таковой вот и есть. Поэтому, то есть по-хорошему у вас остается либо дэш, либо стрельба, либо точку нажать. Ну то есть учитывая, что они у нас двухапельные, а нам это показали, он, так сказать, заспойлерил, то есть инфолист, то особо много действий не остается, но как будто нам не то, чтобы это и надо. И, помимо всего этого дропа, самое важное условие, что к концу первого хода надо дропнуть не меньше, чем половина команды. То есть если мы представляем, у нас 10 сционов, 4 сционов, вот как нам на картиночке ГВ показывают в группе, вот 4 сционов у нас стартуют, 2 трети как бы зависают в воздухе, ну где-то там на орбите вот они тусят, и как минимум двоих мы обязаны приземлить, иначе как бы не канает, тут нельзя, обязаны сделать. То есть по-хорошему в воздухе будет зависать еще 4, что на самом деле так-то немало, если подумать. То есть это все равно, ну не половина команды, но чуть-чуть менее, чуть менее. Но это опять-таки, это не один, не два оперативника, то есть аж четверо могут зависать и как бы создавать потенциальную угрозу. Плюс последнего вы вообще по-хорошему можете держать хоть до третьего хода, потому что на дальнейшую как бы высадку рестриктов нету. То есть вы обязаны как бы в конце первого хода дропнуть, то есть не меньше половины, а дальше уже как бы без разницы. То есть делайте, что хотите, то есть тут ограничений нет. Звучит как минимум интересно эта обилка, все-таки реализация гравишут классная. То есть представляем, если вспоминать из стартера, что у нас все-таки там трехэтажная руинка есть, и вот стоит у вас маркер, и сцелон, так как мы меряем только по горизонтали, и сцелон дропается у вас прямо там на третий этаж, какой-нибудь, ну представим, снайпер, например, тот же, то есть сразу занимает отличное положение на вонтажке, и вот этот вот дроп только по горизонтали отлично компенсирует их проблему с веспидами, которые, ну, целиком флай, у них есть, флай этого нету, ну, у этих наших сцелончиков, у них только вот гравишуты. И, собственно, как на это все подниматься, то есть это сколько мувы надо тратить, это там сколько действий на это придется потратить. А тут аккуратненько маркер подвинули, такие хум-пак, и все, и приземлились. Ну, ну не песня ли? Ну, звучит мега интересно, и, если честно, не то чтобы поломно, то есть потому что сама по себе механика необычно выглядит для ордового такого типа команды, то есть под ордовым я имею в виду, ну, то есть мало ли вы, новички, смотрите, как бы решили снова редакции влиться, под ордовым типом команды мы имеем в виду команды, у которых оперативников по классике больше, чем шесть, потому что у нас до этого элитные команды, у которых там три АПЛ, они состояли командами по шесть оперативников. То есть, если у вас больше шести оперативников, то плюс-минус вы там за орду считаетесь. Обычно в районе десяти, давайте уж будем честными. И тут нас как раз десять, при этом судьба Турельки Куна до сих пор не очень понятна, то есть будет она одиннадцатый или за место как кого-то замещаться, а может я говорю вообще за эквипу, как бы как шизотеория, то есть тут, ну, черт его знает, что из этого выйдет. В принципе, я говорю, обилка классная, то есть не поломная, как минимум потому, что есть ряд вот условий про исчезновение маркеров, про то, что приходится как бы высаживаться, но у нас вот получается ордовая команда, у которой часть механики их выживаемости идет на то, что их просто нет на поле. Ну, то есть вы их не высадили, и из-за этого их там не подловить, не выцепить, то есть ничего с ними не сделать, потому что они вот где-то тусят на орбите, и с ними ничего не происходит. То есть, ну, класс, звучит как минимум интересно. То есть как это будет в партии реализовываться, конечно, тоже достаточно интересно, но как бы из приятных деталей отмечу, что все-таки гравишуты после высадки не становятся бесполезными, а все еще позволяют нам игнорировать любую дистанцию вертикальную на падение. То есть вы можете высадиться там где-нибудь на третьем этаже, высадились, потом вам резко надо как-то передислоцироваться, и у вас есть возможность, прямо игнорируя все эти этажи, просто вот прям через стеночку таких, хопа, полетели и высадились, что все еще звучит прикольно, потому что позволяет мобильность как бы контролировать, плюс у вас есть отличная возможность как бы шугать оппонента тем, что высаживаетесь где-нибудь там вдалеке, а потом хопа, и прямо перед ним снизу оказываетесь. Конечно, если в рамках коробочки это не так интересно, потому что веспиды все-таки флай имеют, они вообще как бы как телепортируются, судя по вордингу, но в дальнейшем, я думаю, будет достаточно интересно применять те же гравишуты против других команд, ну то есть есть в этом какая-то стратегическая реализация. Про конкретных оперативников там уже есть небольшие догадки, потому что давайте перейдем дальше по статье и посмотрим, что они еще нам показали. А из того, что еще они нам показали, это стратежик плойки и фаерфайт плойки. Ага, то есть очередное переименование, теперь никаких больше тактических плойек, теперь как бы только фаерфайт плойки. И, наверное, связано с тем, что все-таки для обывателя или для человека там далекого от какой-нибудь там исторички или еще там что-нибудь с ней связанного, он вообще не хочет разбираться в том, что такое стратегическое, что такое тактическое, что там где как применяется. И, наверное, то есть так ему будет проще как бы различать, что вот стратежик плойка у нас работает на весь раунд, тактическая плойка раньше работала в моменте, а теперь заменили на фаерфайт как бы плойку, которая работает в моменте, что тоже неплохо. Хотя мне лично не очень понятно, какова судьба будет плойк, которые раньше работали не в фаерфайт фазу. То есть, например, плойку инквизиции, которая позволяла там скаутинг фазу, там что-нибудь подкрутить, плойка та же у гейлер-паксов, которая запрещала на экипировку у оппонента какую-то или ее удорожала. То есть, технически же она не фаерфайт, фазу будет применяться, и не очень понятно, а почему у нее должно тогда остаться название фаерфайт. Ну, то есть, как бы, а-а-а. Хотя, опять-таки, может, все эти плойки пересмотрели, все повыкидывали и, как бы, черт его знает. Помимо этого, не видно стоимости, ребят, у стратежек плойка, у токсических плойок, что сначала натолкнуло меня на безумную мысль, а-а-а, это что? Теперь, как бы, ЦП не будет, переработали. А потом я, как бы, себя по голове немножко стукнул и вспомнил, что все-таки у нас же была теперь новая опция на скаутинг фазе, о том, что стратежек плойка будет стоить 0. Ну, у того, кто ее выбрал, вот эту опцию на скаутинг фазе. И, получается, наверное, все плойки теперь будут стоить по одному КП, или будет пул плой, который стоит 1-2. Ну, это, как бы, спекуляция, то есть, пока непонятно. Но отсутствие ценников, я не знаю, радует или нет. То есть, по-хорошему, опять какой-то пересмотр стратегической фазы и вот этого вот командного ресурса. То есть, а технически, а как рерол тогда будет работать? А как пул будет работать? То есть, непонятно, непонятно. Хотя, если действительно все превратят, как бы, в один КП любая опция, то, в принципе, почему бы и нет. Посмотрим же плойки. Вот у нас вот две плойки. Стратегик, новая плойка, и фаерфайт плойка для сционов. Первое. Стратегик плойка для сционов. Говорит нам о том, что мы берем количество сционов, которое не уничтожено, и делим эту цифру пополам с округлением вверх. Получаем цифру. Эта цифра, это количество оперативников сционов, которые будут первые, там, совершать свои, там, шутинг-действия, которые получат баланс на свои пушки. То есть, если у нас всего пять выживших оперативников, то первые три оперативника, которые будут, как бы, активироваться и совершать эти действия, получат баланс на свои пушки. Звучит! Вау! На самом деле, звучит очень круто. То есть, интересно, конечно, как бы у вас, ну, хоппа, и плазма получается с рерольчиком, типа, на баланс. Хоппа, и снайпер там с рерольчиком на баланс. Хотя тоже в зависимости от того, какой у него там будет профиль, и как он там себе кубики будет выбирать. Но, как бы, в любом случае, типа, это звучит как стабильность. Это звучит как, ну, возможность контролировать, ну, то есть, хоть как-то повлиять на результаты своих бросков, что звучит невероятно, как бы, классно. И вау, наконец-то, то есть, видим, ну, то есть, действительно, первая, фактически, у нас стратежик-плойка, в общем, которую мы увидели, и уже звучит классно. Следующая плойка, это хот-дроп, фаерфайт-плойка, которая говорит нам о том, что после того, как дружественный сцион у нас дропнулся, именно вот высадился, и он стреляет по цели в 6 дюймах от себя, теперь он имеет возможность целиком, или как угодно, перебросить свои кубики на этот бросок. Понимаем, да? Мельтодроп, мельтодроп пришел в култим. Ребята, вы же представляете, мельта с полным реролом, который дропается к вам, как бы, за спину. Это же ужас, это же страх. Что с этим делать? Что с этим делать, абсолютно непонятно. То есть, выглядит невероятно мощно, выглядит очень интересно, особенно учитывая, что эта мельта может тусить там наверху просто до скончания века, ну, то есть, ну, там до третьего раунда, и не очень понятно, как бы, где, в какой момент она вылезет, и, ну, вау, звучит очень опасно, то есть, плойки выглядят действительно круто. Следующее, что нам показали, это экипировочку, которая тоже выглядит достаточно интересно. То есть, как минимум, у нас теперь две опции есть в экипировочке. Экипировочку номер один дает нам возможность повторно подвигать маркер прямо перед высадкой одного из ционов. То есть, тот цион, который собирается высаживаться с орбиты, а не просто, как бы, там, посануть, и такой, эх, ладно, там, следующий. Вот именно перед высадкой этого сона у маркера есть возможность еще раз подвигаться, но при этом есть ограничения. Нельзя оказаться маркером ближе к дроп-зоне оппонента, то есть, в сторону дроп-зоны подвинуться не получится. Скорее, просто сменить фланг, или более удачную какую-то позицию выбрать для дропа, и сделать это можно только единожды за баттл. Что, в целом, все равно звучит очень интересно, потому что теперь у вас есть возможность на той же, на коротких сторонах, то есть, когда у нас размер между краями столов всего 22 дюйма, то есть, понимаем, у нас есть передвижение маркера на 4, а потом есть еще одно второе передвижение маркера на 4. Да, всего лишь вдоль, как бы, получается, первый раз вы не вдоль границы перемещаетесь, то есть, например, куда-то вглубь, второй раз уже вдоль. То есть, есть возможность более, как бы, тонкой настройки на момент высадки, то есть, куда, как бы, у вас высадится. Потому что считайте 4 дюйма плюс 4 дюйма, да, там в сторону куда-то, но первый раз вы можете там по диагонали 4 дюйма, потом еще раз 4 дюйма вбок, это 8 дюймов, и у вас еще 3 дюйма остается как бы визы на высадку, то есть технически там 3,5, то есть докуда вы хотите там дотянуться там либо своей той же мельтой или, например, до какой-то точки, то возможность прям это сделать есть, и звучит это очень классно. Вторая же плойка у нас достаточно простая, которая нам говорит о том, что один раз за бой вы можете на этапе рулофа на инициативу перебросить свой кубик d6. Клево, отлично, есть возможность хоть как-то изменить, например, череду отсутствия у вас первых, ну, инициативы, потому что кто в килтим играет, я думаю, вы сталкивались с таким, что инициатива может не приходить даже до 4 хода, иногда может не приходить вообще, а тут хоть один бросочек дополнительный у вас есть возможность сделать, чтобы хоть как-то повлиять и проконтролировать эту ситуацию. Что ж, а теперь давайте рассмотрим оперативника с его инфолистом. Итак, инфолист нашего аквилон-труппера. В простонародье буду продолжать называть его соном, так как компендиума больше все-таки не будет, место сонов кому-то придется занять. Итак, мы имеем 2 апл, что в принципе стандартно с 6 мувом, тут ничего как бы удивительного, в принципе стандартный такой профиль обычного парня, не элиты. Четвертый сейв, который перекочевал нам с даже больше косаркиновской брони, то есть вот у нас четвертый плюс, все-таки понимаем, там дропаемся, надо быть полегче, гравишуты много не выдерживают, наверное, то есть третий как бы многовато, да и как бы не положено. Ходим в четвертом сейве. 8 вундов, что звучит достаточно плотненько, так уверенно, разница между теми же жуками, у них все-таки 9, у нас 8. 9, конечно, гораздо больше ломает математику, если оцениваться как бы на нынешнем этапе килтима, то есть вот в нынешней редакции. 8, конечно, не настолько сильно, но все еще, то есть 8 это такой уверенный профиль, то есть с болтера есть даже возможность неиронично не отлететь. Как бы если нормально покидать, что звучит, ну, неплохо, хорошо, даже более чем ожидаемо. Но самое главное, ребята, самое главное, смотрим на строчку хот-шот лас-карабина, и самое главное, что мы там видим, это 3 плюс профиль. 3 плюс, вы представляете? То есть помимо бэлансов, помимо вот там этого полного рерола, этот красавец-мужчина или красавец-женщина, или кем бы вы там в Империуме ни были, когда вы дропаетесь на своих гравишутах, вы стреляете как Space Marine. Вы себе это представляете? То есть звучит потрясающе. Потрясающе, то есть это действительно класс, это прям неожиданно, хотя те же сционы в компендиуме как бы на 3 плюс-то все-таки шмаляли, если мне память не ошибает, но очень уже давно было сыграно. Поправьте меня в комментах, пожалуйста, напишите в комментах, насколько сционы стреляли, кто может помнит, начинал с редакции, потому что, ну, звучит действительно как, ну, класс, по крайней мере. То есть меня это прям воодушевило, то есть было опасение, что вот есть косаркины, которые вот все-таки 4 плюс, да, там с докруткой и прочее, и вот эти ребята тоже будут на 4 плюс, но нет, 3 плюс мы увидели, и это звучит очень классно. Что же дальше? Посмотрим у него по обилкам. Во-первых, по обилкам имеем Strategic Gambit, неожиданный, который я не очень понимаю, что значит, и потому что, ну, до этого упоминаний не было, то есть в чем же, что же это такое, этот Strategic Gambit, который происходит как бы стратежик-фазу, но кто его знает, возможно, это просто применение плойк или дадут нам отдельную категорию, в которой мы будем применять плойки, а потом какие-то способности, которые применяются в стратежик-фазу, то есть это как бы не очень понятно, но я думаю, в дальнейшем нам приоткроют. Теперь же, каждый раз, когда этот паренек, труппер, будет находиться холли визин нашей дроп-зоны, он будет иметь возможность незамедлительно подвигаться на Free Reposition, но с одним лишь условием, он не должен уходить дальше, чем 3 дюйма от своей дроп-зоны. То есть эдакая некая подвижность, то есть не такой ш, который там перетек сороков, но с более как бы приятным вордингом, более простым, особо никаких-то там поползновений и прочее делать не придется. Вот просто делайте ваш бесплатный Free Reposition, чтобы потом в дальнейшем сделать Reposition, никаких там вот сложных дышей, каких-то объяснений, то есть есть возможность переброситься как бы на другой фланг, есть возможность потраверсить, типа что-то, потому что есть опять-таки траверс сохраниться, потому что раньше вот имеем эти 3 дюйма, да, по флаю, да, как бы есть, ну мало ли мы хотим фланг сменить, и мы там неудачно встали, там как-то подвинуться, возможности не было. А теперь, имея возможность сделать Reposition, то есть ваше полноценное там 6 дюймов мувой, как бы звучит классно и, ну то есть очень практично и гибко. Дальше вторая возможность Swift Landing, которая по-хорошему говорит нам о том, что теперь вы можете не в 3 дюймах от маркера выставляться, когда вы дропаете его с орбиты, а в 4 дюймах. И судя по вордингу, это у одного из твоих маркеров, то есть скорее всего у ребяток на орбите не будет какой-то привязки к маркерам. То есть по картинке видно, что у нас есть как бы раз группка, два группка, один маркер и второй, но эти маркера визуально как бы друг от друга не то чтобы отличаются, плюс к тому же вот в этой обилке у нас же и сказано, что к одному из маркеров можно дропнуться, то есть что наталкивает, что еще и будет майндгейм, то есть непонятно в какую сторону дропнется кто из ционов. Что ж, это все, что показало нам ГВ в этой статье. Намекают нам в следующих статьях, что расскажут про то, какая будет экипировочка, некие подробности, плюс расскажут про киллзоны, ну я надеюсь в целом начнут рассказывать про другие команды и возможно подробности про новые режимы. Но, напоследок, хотел бы вам намекнуть на один такой вот, заточить ваше внимание на один момент, который вначале опустил, чтобы нагнать интриги. В описании того ГВ, что говорит нам про дропы наших прекрасных циончиков, есть упоминание про то, что они могут дропаться за стенки на галлоударке. Что же это значит? На что вы ГВ намекаете? Теперь расстояние мерится по-другому? Теперь на галлоударке будут по-другому работать обилки? Мы же всегда, стены были абсолютно, ГВ, что ты имеешь в виду? Как иначе это будет работать? Может вы имеете в виду, что это вперед или это? Но нет, ГВ говорит, вы прямо можете дропаться за стенки. К чему это приведет? Как это возможно? Я думаю, мы узнаем с вами в будущем. Ну или ваши донослы пишите в комментариях, потому что, ну, мне не очень понятно, как они будут реализовывать. Зачем ломать такую достаточно четкую, абсолютное и крутое правило, как запрет любых измерений там через стены, мне пока непонятно. А что я вам скажу напоследок? Берегите себя и свои миньки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok